просто блин обожаю одни и те же вопросы поехали дальше ребята не спим бодро бодро давайте передай привет городу барановичи привет город барановичи why past you had что why past why чего i don't understand please try again later my darling что на лбу это пластырь в виде ромбика которая заклеила мою тату ты свела тату до конца еще не свела только первый сеанс ну просто красотка мой мне так приятно спасибо вам большое что меня называете красотка не уродом как некоторые почему решила свести тату а потому что она мне не нравится потому что она какой-то растекшиеся и плюс поспорила с бывшим ты говно почему я говно мне вот интересно почему нечет назвал говно ладно окей пусть так вы мне очень нравитесь спасибо большое нравится ли вы мне я пока не знаю но вы мне нравится определенно за то что вы не вы мне написали что вы мне нравится сколько всего сеансов должно быть мне сказали 3-4 сеанса больно сводить да это неприятно приветики еще раз говорю потому что ему нечего написать возможно потому что сами говно вот и пишут фигню всякую наверное да силен какой твой вес сейчас фигура очень красивая я не знаю как вы за этим балахоном увидели мою красивую фигуру но тем не менее я на самом деле не считаю что моя фигура идеальная потому что у меня есть растяжки у меня есть целлюлит да он меня есть и я сегодня поела макдональдс и это очень плохо потому что я очень плохо сделал что поела макдональдс и сейчас я еду с мыслями о том как теперь этот макдональдс выбить из своего организма что это очень неправильно это очень плохо поэтому я сейчас пью кофе а дальше я поеду чтобы купить себе большую баклаху воды и выпить выпить ее мы твою фигуру по stories наблюдаем спасибо спасибо большое вам мне очень приятно на самом деле первого числа стартует мой марафон и я сама себе обещаю что в этот марафон и вообще в принципе я сейчас иду к идеальному образу жизни я уже не пья как бы до стараюсь не пить алкоголь я его пью очень 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 редко я стараюсь не курить курю это уже очень редко не знаю один раз два раза в неделю в общем я решила решила наладить свою жизнь сделать ее более что ли чистой идеальной и красивой ты сексуально спасибо тебе не нужно худеть а мне нужно худеть если вы не говорите что мне не нужно худеть и вас и так все устраивает спасибо вам большое но я не чувствую себя комфортно в таком весе поэтому я буду худеть я могу просто быть лучше не то чтобы знаете я хочу прям похудеть больше наверное скорее всего привести себя в какую-то форму не в какую-то а в красивую форму свое тело а я дом 2 из-за тебя начала смотреть спасибо большое вот больше не смотри дом 2 потому что меня там нет смотри теперь мой инстаграм ставь лайк и комментируй я тут а ну это другое дело что но это другое дело а то что хочу привести себя форму ребят я поела к макдональдс и у меня теперь такое чувство засухи для себя привести фигуры в красоту да ну и для себя и чтобы подписчиков порадовать конечно что уж дает хочу чтобы мне много комплиментов сыпалась чтобы люди говорили какая красивая какая классная какая я молодец что привела себя в порядок хочу чтобы мной все восхищались я люблю когда мною восхищаются ребят я не знаю такой кайфы я так кайфую когда мной восхищается вы не представляете когда мне делают комплименты блин а еще знаешь когда мне делают комплименты я такая ой ну и так понятно что я красивая ну конечно же да да я знаю что я идеальная да я круто но на самом деле в этот момент ты чувствуешь такой кайф ты такая ребят в общем понимать понятно да поймите реально прикольно очень спасибо большое мне очень приятно так кто так материться давайте на букву б слова оставляем ребята давайте начнем красиво говорить пожалуйста если вы будете со мной разговаривать плохо в итоге я ничему хорошему не научусь ребята я хочу прийти к правильному образу жизни я хочу прийти к правильной речи пожалуйста давайте если мы хотим своей жизни что-то исправить мы начнем становиться правильными людьми за вас ты на дом 2 когда никогда наверное какая стоплата у тебя была на дом 2 40 тысяч у меня было чего смеешься стоят кавказцам идти на дом 2 кавказцев туда не возьмут ну зачастую кавказцам отказывают вот кстати на самом деле когда я работала в сфере подбора персонала я вам скажу одну вещь что а многие конечно говорят типа но никогда не пишите в в объявлении кандидатов что типа строго кавказе строго пола который тому подобным то что считается дискриминация на самом деле дискриминация есть везде и всегда она была и будет скрыта я и казашкам тоже самое ну вообще редкий случай когда одобривают какому-то там не знаю с кавказа потому что все очень не любят когда степа я казах да я такой почему отказывают большинство там чеченцам дагестанцам там отказывают да отказывают там казахам казашкам туда сюда потому что начинается я сейчас ему брату свату позвоню да вы все там русские там туда сюда да вы такие все это так далее там подобное а это называется дискриминация потому что сожалению этот народ еще до сих пор не научился до конца себя вести вот и телевидение это не пропускает селена ты умничка вот тату убрала без нее ты милая удачи тебе спасибо большое мне очень приятно так почему шла с проекта потому что к сожалению у меня сложились такие жизненные обстоятельства у меня умер отец а условия которые предлагал мне проект не подходили мне вот ну и к тому же я отношений там не строила и вводить в заблуждение там съемочных съемочную бригаду редакторов там огромное спасибо саши шеф редактора за то что все-таки пригласил меня на проект и сказал да ты сможешь и поверил в меня и дал мне эту возможность огромное огромное ему человеческое спасибо к сожалению сложились такие такая ситуация к сожалению друг друга не поняли потому что я шла на реалити я не шла а на шоу ну как бы я все-таки считала что там не нужно будет каких-то моментах подыгрывать приигрывать но к сожалению как то так но тем не менее спасибо большое саше расторгуеву за то что я попала на проект спасибо ему огромное и вообще большое что все-таки побывал на этом проекте мне проекте тут много чего дал но к сожалению мы не сошлись каких-то момент никого не крал на ее украл бы она газонула только что на казахов я не газонула я не газу и на казахов я с казахами очень хорошо общаюсь у меня есть друзья казахи этого первых а во-вторых я очень хорошо знаю алмату вот у меня есть друзья даже с алматы из астаны вот я говорю про то что про казахов я и там вообще про другие там нации и так далее тому подобное почему не берут на телевидение потому что к сожалению не все цивилизованные пожалуйста не надо придираться к словам выворачивать это вот так как вам удобно из этого делать целый всплеск каких-то непонятных доводов и мыслей ирина где ирина наверно где-то дома я вам говорю то что на проект к сожалению на телевидению на телевидение редко возьмут когда вот ну как бы да не русского это редкость это исключение из правил просто исключение там понимаете вот вы говорите что нет дискриминации дискриминация есть везде даже у нее нациалистические настроений у меня нет у нас нациалистических настроений тина цикаго у меня нет нациалистических настроений я говорю по поводу того что на телевидение не всегда берут вот не русских не всегда к сожалению и не только телевидение но и на работу куда-то к сожалению вот это реально так вот когда я работала в одной компании ко мне подходила директор этой компании главный в этой компании говорил слушай ты а вот например если написан там допустим ислам там такой-то такой-то не рассматривай это резюме просто не рассматривай тебе звонит человек какой-то почему вы меня не взяли ты не даже не можешь сказать почему ты его не берешь в москве то это распространено вот выдавые говорите что нет дискриминации дискриминация скрытая есть реально есть но к сожалению или к счастью работодатель тебе если он тебя в чем-то отказывает он может тебе не сообщать причину это вот как например ты идешь в клуб куда-то до в центре в москвы до в клуб и очень часто бородатых парней не пускают кавказцев очень часто в клубы не пускают не потому что он плохо одет не потому что там еще что-то а потому что постоянно какие-то драки очень часто к сожалению за стереотип взяли то что кавказцы постоянно где-то там дерутся в клубе есть что-то не так это реально вот но такое сплошь и рядом и тебе в клубе security может не объяснять почему вот если ты более-менее как-то по европейским выглядишь тебя пустят в клуб а если ты не выгляжешь как-то более-менее по европейски тебе могут сказать до свидания все в 2007 году было модно антикавказ в клубах но знаете это везде это реально везде везде сплошь и рядом вот хоть ты тресни понимаете потому что вот одно время себе вот это как в америке например чернокожих там не пускают какие-то тоже там заведения а чернокожие например не пускают белых там в какие-то другие заведения ну то есть как бы все такое деление оно есть и было хоть и говорят то что типа дискриминация это плохо она есть скрытое но есть хоть законом это запрещено у себя они так не ведут вы имеете в виду кавказцы у себя так не ведут на родине конечно здесь раз доли здесь свободная страна их тоже можно понять кавказцев тоже можно понять когда всю жизнь жил в постоянных каких-то запретах тебе все 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 запрещали а тут ты познал что такое удовольствие что такое секс что такое там я не знаю запрещенные вещества и твоя душа радуется чем когда ты знаешь сидишь это нельзя то нельзя конечно же очень часто вот такой вот вырывается хочется и повеселиться и погулять хочется по тем более что у них такая знаете у кавказа такая кровь горячая хочется поставить движухи туда-сюда там горы свежий воздух самого детства и конечно же хочется куда-то эту энергию тратить и к сожалению не каждый кавказец может вот так вот себе эту энергию как-то ну там сдерживать да и не только кавказцы но и русские да то есть есть люди у которых очень много энергии и они к сожалению эту энергию неправильно тратят вот неправильно поэтому у них вот и есть да у них обратите внимание без гинка какой танец жгучий там вообще сразу 500 калорий за один танец выходит там когда мужик там напляешься на скачется он там всю душу изведет куда едешь еду в сторону дома зачем лоб заклеила я свожу татуировку сегодня был первый сеанс ребятки лютые пробки знаете что я заметила вот когда я с вами общаюсь мне не хватает слов для общения нужно срочно выполнять словарный запас короче мне нужно выкороче 5 слов сказала короче вот я избавляю отбавляюсь от слова короче ну вот я не знаю что с этим делать это ужас ужасный ужас ужасный ужас так чем зарабатываешь на жизнь чем я сейчас занимаюсь зарабатываю на жизнь я занимаюсь во первых подбором персонала потом я занимаюсь тем что зарабатываю на жизнь себе рекламой в инстаграм и третье сейчас к сожалению я не могу постоянно работать поэтому я занимаюсь в основном мамой семьей помогая по дому а сестра в америке она свою но у нее свое приложение и как бы еще сестра вместе зарабатываем вместе друг друга подтягиваем вообще в будущем конечно у меня есть задумки это написать свои песни дальше продолжать а вести свое творчество что еще запустить свою линию одежды ну и кое-что еще ты куришь а бывает что я курю айкос но это прям вообще очень редко один раз в неделю два раза в неделю я позволяю себе покурить айкос когда очень хочется закрой окно давайте зачем сводишь тату потому что оно кривое знаете мне раньше говорили мои подписчики о том то что у меня криво набита тату тату расплывшиеся тату где-то там я думала что это всего лишь какой-то временный временный косяк но по факту это не временный косяк мне действительно набили тату криво оно немножко растеклось и плюс мне сказали что у меня неправильно набита была техника татуировки поэтому сейчас я ее сложу мне не нравится что она такая вот непонятно короче как это вот непонятно мне ее набили но тем не менее я ее сложу все хорошо лазер хороший мне попался очень хороший доктор очень хорошая врач которая меня успокоила перед тем как сводить тату тату сводить конечно же больновато но мой прекрасный врач успокоила меня моя Наталья Валеровна за то что я ей безумно просто благодарна за то что она мне вот сейчас эту тату удаляет и очень хорошим лазер называется пикашу я его называю пикачу в общем пикачу удаляет мне тату что за машина у тебя у меня рейндж ровер эвок с кем ты общаешься на доме 2 да я со всеми общаюсь совершенно дом 2 ты похожа на джина джали спасибо вам большое ребята мне мне очень приятно что у меня сравнить с такой мировой личностью когда на дом 2 я пока что туда не хочу я люблю когда у меня свободный график мне нравится когда я могу когда захочу взять телефон когда захочу проснуться когда захочу уснуть к сожалению как бы я не любила там людей на этом проекте я тогда не вернусь не хочу пока что здравствуйте здравствуйте я я ну я до 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 Продолжение следует...